Еще Гиппократ говорил, если бы мы ели столько нужно и двигали бы столько, сколько нужно, большинство проблем мы могли бы избежать 150 минут, если уж отойти немножко от темы, активной физической нагрузки является фактором, значимо влияющим на улучшение показателей продолжительности жизни. Поэтому постарайтесь в своей активной жизни, мы очень заняты, у нас домашние хлопоты, забота о близких, но тем не менее, хотя бы 20-30 минут упражнений, прогулки в парке, на свежем воздухе или же дома, попытайтесь уделять этому внимание, потому что наша жизнь, наше здоровье в наших руках, не забывайте, пожалуйста, об этом. Но мы сегодня перейдем к теме настоящего выступления. Хочется сказать, что история лечения, лекарственного лечения рака молочной железы насчитывает более 120 лет, с тех пор, как хирург Битсон впервые выполнил удаление яичников у женщины и через некоторое время обнаружился регресс молочной железы. Хотя с этого момента прошло, вот я уже подчеркиваю, более 100 лет, многое изменилось, но я хочу сразу сказать, чтобы было понимание. Опухолевые клетки – это те же самые клетки организма. Так получается, что в норме ежесекундно появляются клетки, которые бесконтрольно делятся. В норме вот эти бесконтрольно делящиеся клетки, они уничтожаются организмом. Но бывают ситуации, когда происходит какая-то поломка, и вот эта бесконтрольно делящаяся клетка, она начинает расти. Но это та же самая клетка организма. И, собственно, вот на этой опухолевой клетке, на ядре опухолевой клетки, есть рецептор ловушки. Вот для чего, собственно, врачи-онкологи говорят, мало того, что взяли биопсию, поставили диагноз быстро размножающейся клетки, Так еще и нужен паспорт опухоли, рецепторы эстрогенов. На ядре опухолевой клетки определяется, есть ли нет рецептора эстрогенов. Такие же в рецепторы ловушки определяется наличие рецепторов прогестерона. Также нужно посмотреть, есть ли рецепторы эпидермального фактора роста. Вот эта HER2 аббревиатура, она такая грубая, но к ней потом привыкаешь. И степень злокачественности, КИ-67. Это может быть определяется иммуногистохимически, а могут смотреть патологи глазками, там степень злокачественности. И вот на основании данных об этих трех ключевых рецепторах, ловушках, определяется паспорт опухоли. Ведь рак молочной железы – это крайне различные заболевания. И удивляются, почему одна женщина назначает химиотерапию, мне химиотерапию не назначили, мне почему-то назначили гормонотерапию, а моей соседке вообще назначили таргетную терапию. Всё определяется вот этим вот паспортом опухоли и наличием ли отсутствия вот этих рецепторов, ловушек на ядре опухолевой клетки. И вот эта вот такая вот достаточно мудрённая схема, но на самом деле всё просто. Появился в 70-х годах рецептор эстрогенов. К ним через некоторое время, оказывается, есть в арсенале препарат тамоксифен. Вообще изначально был противозачаточный, а вдруг выяснилось, что этот препарат обладает противоопухолевой активностью. Затем были обнаружены рецепторы HER2. Чуть позже к ним появился препарат тростозумаб, да, таргетный препарат. Хотя тот же самый тамоксифен – это первый и таргетный препарат, потому что есть рецептор, есть препарат, который блокирует этот рецептор, таргет. Таргет – это цель, да, как ключ к замку. И уже посмотрите, как многое произошло. Уже в начале нашего с вами века уже был прочитан геном человека. И благодаря РНК-чипированию опухолевой клетки мы уже глубоко понимаем хотя бы 4 биологических подтипа. Конечно же, на самом деле их ещё больше. Но вот эти разные 4 биологические подтипа помогают нам определяться с выбором оптимального лечения. Так, сейчас я всё-таки возьму свой телефон, чтобы мне со временем время контролировать, потому что говорить я могу много, но главное, чтобы мы успели выслушать всех и вас, в том числе, ваши вопросы. И вот посмотрите, мы подошли уже не только в прошлом году была вручена Нобелевская премия за открытие в области онкоиммунологии, но ещё в 2001 году были открыты циклинозависимые киназы, которые контролируют клеточный цикл. И сейчас у нас уже три препарата. Это рибоциклип, палбоциклип и амебоциклип, которые вместе с гормонотерапией, мы о них сегодня тоже будем говорить, у больных, тех, у кого опухоль уже имеет такую продвинутую стадию, достаточно эффективно. Я хочу сказать, что заболевания молочной железы как на ранних стадиях, так и на поздних стадиях очень хорошо контролируемые. Работаю в онкологии более 25 лет. У меня есть пациенты, много пациентов, которые ходят ко мне уже 20 лет. Я говорю, вы не устали ходить? Она говорит, нет, мы будем ходить, нам так спокойнее. Ну, я говорю, слава богу. То есть болезнь хорошо контролируется. И самое главное, появляется всё больше и больше препаратов, которые позволяют контролировать болезнь. Мы должны понять, что человек ограничен каким-то промежутком времени, 120 лет в среднем. Мы все болеем в равной степени каким-то к своим клиническим значимым заболеваемым. И цель, которую ставят перед нами врачи, да и мы ставим перед врачами цель, если это ранние стадии удалить эту опухоль, если же это всё-таки есть продвинутая стадия, то в данной ситуации эффективно контролировать, стабилизировать болезнь. И самая важная задача – стабилизировать болезнь на долгие годы, чтобы она клинически не влияла на прогноз жизни. Поэтому сразу могу сказать, как это не кажется странным, но все болеют своими клинически значимыми заболеваниями. И для нас, для каждого очень важно, чтобы доктор подобрал правильное лечение, которое позволит его стабилизировать. Те подходы, которые используются в нашей клинической практике – это мультидисциплинарный подход, когда в принятии решений принимают не только хирург, химиотерапевт, радиотерапевт, патоморфолог, молекулярный генетик. Очень много специалистов заботятся о правильности выбора лечения. Комплексный подход. Пациент центрированный. Теперь уже вы считаетесь водителем, вы ведёте свою болезнь. Вы не пассивный пассажир автобуса под названием «Жизнь». Вы ведёте этот автобус. Поэтому пациент центрированный, проблемно ориентированный позволяет подход всё вместе выбрать правильное. Правильному пациенту, потому что обязательно должна быть определена иммуногистохимия. Паспорт, опиху или крайне важно. Это не блажь врача, что обязательно, пока вы не принесёте мне иммуногистохимию, мы не будем решать. Это крайне важное решение, позволяющее правильному пациенту, я имею в виду в отношении с наличием паспорта опухоли, назначать в правильное время правильный препарат или правильное лечение. Вот эти вот колонны, это я специально тут на английском языке, но на самом деле всё понятно. Основные колонны, на которых основывается лечение, это, безусловно, хирургическое лечение, радиотерапевтическое в послеоперационный период. По показаниям, не всем проводится лучевая терапия на область послеоперационного рубца и зоны регионарного метастазирования с целью профилактики регионарного метастазирования, возобновления болезни в области послеоперационного рубца. Далее, возможности расширяются лекарственного системного лечения, потому что подразумевается, что да, могут быть и где-то клеточки, которые также бесконтрольно делятся где-то. Они ещё совсем маленькие, но проведение системного лечения, химиотерапии, гормонотерапии, таргетной терапии по показаниям позволяют их элиминированию, уничтожать, и чтобы эти клетки как можно дольше не проявляли себя или вообще никогда не проявляли. Задуматься только, известно, более 200 мишеней. Но на самом деле, самые важные для нас, и в принципе, на что мы ориентируемся, это рецепторы эстрогенов, прогестерона, HER2. Имеет значение определение берсей мутации. И сейчас ещё со временем мы будем говорить о том, что нужно сейчас уже для трижды негативного рака молочной железы, но только на продвинутых стадиях, определяется ещё и ПДЛ-тестирование микроокружения для назначения онкоиммунологических препаратов, но только на продвинутых стадиях. На ранних стадиях для трижды негативного рака молочной железы мы не назначаем иммунотерапию, нет доказательной базы. И вот посмотрите, собственно, тот вариант, разновидность гормонотерапии, но я сразу хочу оговориться. Я начала свою лекцию с хирурга Битцина, который когда-то удалил яичники. Но мы сейчас это всё объясняем, и уже даже врачи до конца всё это понимают, и пациенты должны понимать, что на ранних стадиях молодых женщин с ранними формами рака молочной железы яичники хирургически не удаляются. Во-первых, лечение основное – это хирургическое, всё остальное – профилактическое. Так вот, удаление яичников не решает проблему выработки эстрогенов, потому что через некоторое время эстрогены начнут синтезироваться из андрогенов по действиям фермента ароматазы. И таким образом, ведь женщины старшего возрастной группы также болеют раком молочной железы, а у них яичники выключены. Поэтому у молодых женщин в одеванте с профилактической целью яичники, если только выключаются, то только лекарственными препаратами, уколами, соответственно, агонистами гонотерапии на релизинг гормона, это может быть газирелин, бусирелин, дифирелин, их очень много. Но это временно, на 5 лет я вам тоже покажу эти рекомендации. А вот у женщин уже с продвинутыми стадиями по выбору и самого пациента, и врача может обсуждаться хирургическое выключение яичников, но это надо для того, чтобы назначить всю опцию гормонотерапии, которая работает только при выключенных яичниках. У молодых женщин в одеванте только профилактически назначается лечение. Считается, что женщина излечена с помощью хирургического лечения, и закрепление эффекта одевантная терапия. Не всем она нужна. В ряде случаев проводятся и химиотерапии, и гормонотерапии, таблетки, и таргетная терапия. В зависимости от наличия вот этих вот рецепторов, о которых я уже говорила. И, собственно, почему я вот такой вот слайд показываю? На самом деле все очень просто. Это патологи нам пытаются так объяснить биологию опухоли. Почему у всех разное лечение? Так вот, период удвоения опухоли, у каждой опухоли различен. У кого-то он может быть 30 дней, у кого-то он может быть десятки лет, 50-60. Вот опухоли могут быть черепахи. У них период удвоения там 40-50-60 лет. Это могут быть опухоли зайцы, где опухоль более быстро размножается, и опухоли птицы. И вот как раз-таки, если посмотреть, то есть опухоли черепахи, которые могут вообще остановиться на первой стадии, и дальше заболевания хирургически излечены, и оно вообще никак не будет из себя проявлять. Есть опухоли зайцы. Здесь постепенный переход первой, второй, третьей стадии. Здесь хирургическое лечение позволяет эффективно контролировать болезнь. А есть опухоли птицы, которые достаточно быстро размножаются. Для них вот именно эта дювантная терапия крайне важна, которая позволяет контролировать болезнь. И надо отметить, что половина, у половины процента всех заболевших первично рака молочной железы, как раз-таки эти опухоли черепахи. То есть и никогда не будут отдаленный метастаз. Но кто эти женщины, мы до конца не знаем, поэтому приходится лечить всех в соответствии с доказательной базой. Если есть рецепторы эстрогенов, если есть измененные лимфатические узлы и степень злокачественности высокая, то мы назначаем нашим пациентам и химиотерапию, и гормонотерапию, если есть еще хер-2 рецепторы таргетной терапии, чтобы исключить, а вдруг это не опухоль черепах, а вдруг это опухоль птицы, которая агрессивно себя ведет. Поэтому в одеваемом режиме профилактически назначается и гормонотерапия, и химиотерапия, потом гормонотерапия, кому еще, если есть хер-2 рецепторы и таргетная терапия. Вот буквально, чтобы было понимание, у молодых женщин эстрогены вырабатываются в яичниках, но если даже мы яичники удалим, то, соответственно, эстрогены начнут синтезироваться в надпочечниках, как у женщин старшей возрастной группы. Поэтому, когда пациенты... А, еще самое важное, девушки иногда говорят, вот удалите мне яичники, и все, на этом лечение заканчивается. Не понимая, что да, мы выключили яичники, но пройдет 2-3 месяца, и начнутся синтезироваться эстрогены, как у женщин старшей возрастной группы, и ничего не изменилось. Да, яичники удалены, а эстрогены все равно синтезируются. Поэтому надо понимать, что сама по себе опция удаления яичников у молодой женщины должна носить только обратимый характер, поскольку она нужна только на момент пятилетнего назначения гормонотерапии с одевантной целью. Это надо четко понимать. Иногда приходят, говорят, удалите мне все, все мои яичники, они мне не нужны. Так они и не решат это удаление яичников. Проблема эстрогена все равно будет синтезироваться. Вот сейчас изменились национальные рекомендации Ассоциации онкологов России при участии Российского общества клинической онкологии, Российского общества онкомомологов. И вот здесь, на самом деле, алгоритм лечения раннего рака молочной железы, который определяется наличием или отсутствием, то есть это при менопаузе, до наступления менопаузы и после наступления менопаузы. И здесь все очень просто. Если, значит, у женщины благоприятный прогноз, благоприятный прогноз, в данном случае, Борис Сергеевич, нам никак на них не повлиять. Они нам... Да, то нам просто, может быть, как-нибудь... Спасибо большое, Борис Сергеевич. И тогда мы назначаем режимы гормонотерапии. И здесь, если группа благоприятного прогноза в премии на паузе, мы назначаем только тамоксифен 5 лет. Если же у нас есть группа риска, то мы можем назначать ингибиторы ароматазы. Но ингибиторы ароматазы мы назначаем молодым женщинам только при наличии факторов неблагоприятного прогноза. И это определяют сами онкологи-врачи. Не надо всем молодым женщинам выключать яичники или хирургически, или лекарственным путем. А вот в постменопаузе, посмотрите, здесь выключать яичники не надо, они и так выключены. И назначаются либо тамоксифен 5, а то и 10 лет, либо рассматривается опция назначения ингибиторов ароматазы 5 лет. Это настрозол, литрозол или же экзомистан. А может быть и такие, посмотрите, режимы. Либо сначала тамоксифен, потом ингибиторы ароматазы. Но это все решают исключительно врачи в зависимости от тех факторов риска, которые есть у пациента. А если этих факторов нет, то просто тамоксифен 5 лет, можно увеличивать его до 10 лет, опять-таки в группе, где при наличии, по крайней мере, одного фактора неблагоприятного прогноза. Но это все, и на самом деле, почему вам показывают, и все решают онкологи. Но в любом случае, одевантная терапия, принимать таблетки, если их доктор назначил, нужно обязательно. Да, мне говорят, Татьяна Юрьевна, посмотрите, вы назначаете тамоксифен, а там вот такая инструкция, столько рисков, и самое главное, написано, что может быть рак эндометрия. Рак эндометрия может быть в нескольких процентах. Но назначение тамоксифена 5 и 10 лет приводит к значимому защите от проявления заболевания молочной железы. Это крайне-крайне важно. Те возможные риски, они значимо снижаются, когда мы назначаем тамоксифен. Поэтому или же назначаем ингибитор ароматаз. У молодых женщин ингибитор ароматаза работает только при выключенной яичнике, поэтому назначаются лекарственные путем уколы гонистов гонотерапин, релизин гормонов. Вот то, что касается раннего рака молочной железы. То есть, если выявлено заболевание, на нем у молодых женщин или у женщин старшей возрастной группы и на иммуногистохимии мы видим, что там есть рецепторы эстрогенов прогестерона, то либо сразу выполняется хирургическое лечение, затем химиотерапия может быть показана, может быть не показана, это может быть либо 4 АЦ, либо к 4 АЦ добавляется 12 поклитоксела. Дальше решается вопрос, либо 5 лет тамоксифена, либо 5 лет ингибиторов ароматаза, либо ингибитор ароматаза, если это молодая женщина, то только при выключенных 5 лет лекарственные яичники. Но самое важное, еще раз подчеркиваю, таблетки профилактически 5 лет нужно принимать. Потому что, почему я на этом обращаю внимание, почему мы так назвали, что время принимать таблетки? По статистике, к сожалению, женщины сами себе отменяют адевантную терапию. Это, к сожалению, так. До 10-15, а то и 30% всех женщин, которые перенесли хирургическое лечение, сами себе отменяют лечение. Потом приходят и выясняется, что есть рецидив, есть проявление болезни, поэтому отнеситесь. Крайне важно, если вам назначили таблетки и говорят принимать их в 5 лет, даже если есть риски, придите, обсудите их с онкологами. Не нашлось возможности проговорить с одним онкологом. Придите к другому онкологу, проговорите то, что ваши сомнения, ваши переживания, обсудите это с психологом. Но 5 лет, а то и 10 лет, если скажет врач, таблетки принимать надо, потому что вы под надежной защитой. И если же все-таки так получилось, что рак молочной железы стал все-таки в продвинутой стадии зарегистрирован, или же через 5-10-15 лет все-таки проявились отдаленные изменения, опять-таки они хорошо контролируются. И возможности, на самом деле это даже не для вас, я просто показываю тот алгоритм, который существует для лечения продвинутой формы рака молочной железы. Они зависят от того, проводилась раньше одевантная терапия гормональной, не проводилась первичное это лечение, или это не первичное. И вот именно решается следующим образом. Если это доктор опять-таки смотрит, если заболевание благоприятно протекает, но считается, что прошло там более несколько лет после завершения одевантной терапии, есть трикосальные изменения, мягкотканные, ограничиваются только гормонотерапией, таблетками или инъекциями того же самого фулвестранта. А вот если есть висцеральные изменения при гормонопозитивном заболевании, тогда добавляются уже ингибиторы циклинозависимых киназ, о которых в 2001 году за открытие механизма деления клеточного цикла была вручена Нобелевская премия. И опять-таки не всем нужны ингибиторы циклинозависимых киназ, но мы имеем эту опцию сейчас в лечении. Это препараты, о которых я говорила, рибоциклип, албоциклип, амебоциклип. Они все отличаются только в основном и в ряде случаев по профилю эффективности и по токсическим эффектам. Но вот что в принципе делают препараты ингибиторы циклинозависимых киназ. Эти, соответственно, препараты стойко подавляют клеточный цикл, и тем самым контролируется сама болезнь. Но самое важное, опять-таки обращаю ваше внимание, приходят ко мне, например, на прием, а я отправляю пациента на биопсию. Хотя 5 или 3 года назад, или 4 года назад уже была биопсия по поводу первичного заболевания. А вы приходите к доктору, или же из мягких тканей, или из печени, или из легких, просят взять биопсию. Почему? Потому что по всем существующим сейчас стандартам и нормативам обязательно нужно верифицировать после заболевания, после обнаружения первого проявления болезни. И это, если осуществимо, на момент возобновления рецидива болезни. Почему? Но это в ряде случаев может и вообще не онкологическое заболевание. Такое бывает. Какая-то гиперплазированная долька печени тоже сталкивались. Или лимфатические узлы в грудной клетке после лучевой терапии. Такие ситуации были. Это может быть другое какое-то заболевание. Больная лечилась по поводу заболевания молочной железы, а выяснилось, что это заболевание, например, колоректальное, кишечника. Или же, например, для заболевания молочной железы может меняться портрет опухоли. Опухоль была гормоночувствительна, стала трижды негативной, когда отсутствуют рецепторы эстрогенов прогестерона эпидермального фактора роста на ядре опухолевые клетки. Поэтому обязательно нужно назначать, и доктора назначают биопсию печени под УЗИ-навигацией или КТ-навигацией. Или же, например, если есть изменения в легочной ткани, берется биопсия из легочной ткани. Причем это можно делать даже под местной анестезией. Опять-таки, при навигации компьютерной томографии или УЗИ-навигации. Какие есть сейчас опции, о которых я уже говорила? Это возможность назначения ингибиторов ароматазы в первой линии либо с полубоциклибом, либо с рибоциклибом, либо с амибоциклибом. А во второй линии также назначение ингибиторов ароматазы в первой линии. И во второй линии назначение ингибиторов циклинозависимых киназ уже, соответственно, например, с фулвестрантом. Но, опять-таки, сразу хочу обратить внимание, мы с докторами это проговариваем. Например, вместе с гормонотерапией назначили полубоциклиб. Таргетная терапия – это таблетки. Здесь назначаются таблетки по 125 мг в сутки вместе с гормонотерапией. Три недели принимаются полубоциклиб, а гормонотерапия, если это литрозол, анострозол или экзамистан, принимается каждый день по одной таблетке. Интервал 7 дней. Если же фулвестрант – это инъекции. С первого месяца каждые две недели в ягодицу по 250 мг в одну и во вторую, затем уже в режиме поддержки раз в месяц. С комбинацией с полубоциклибом. Для полубоциклиба какие есть побочные эффекты? Основной побочный эффект – это развитие нитропинии, которое может наблюдаться на 14 через 2 недели после начала приема препарата. Поэтому обязательно это проговаривают. Те, кому назначается полубоциклиб вместе с гормонотерапией, эффект тоже самое, как и на фоне химиотерапии, потому что снижаются и лейкоциты, и нитрофилы. И обязательно сдается общий анализ крови перед началом терапии и в начале каждого цикла. Но вот первые два месяца приема препарата общий анализ крови нужно сдавать каждые две недели и при наличии показаний. Но если же все-таки выявлены нитропиния и лейкопиния, то посмотрите, оптимизация, как мы работаем в такой ситуации. При наличии нежелательных явлений 4-й степени или 3-й степени в сочетании с лихорадкой инфекции. Почему, доктора, если у кого-то из пациентов на фоне проведения химиотерапии повысилась температура, и, соответственно, нужно обязательно сделать все возможное, чтобы сдать клинический анализ крови, потому что мы боимся фибрильной нитропинии, когда на резком снижении нитрофилов появляется инфекция. И этого мы боимся, потому что нет нитрофилов, которые борются с инфекцией, организм ослаблен, и нужно тогда назначать своевременную антибиотикотерапию. Здесь же, если все-таки редко, конечно, на полубоциклибе это все-таки таргетная терапия, развивается нитропиния, но, тем не менее, есть возможность коррекции дозы снижения со 125 мг до 100 мг до 75 мг в сутки. И, конечно, влиять может на развитие полубоциклиба наличие химиотерапии в анамности, когда организм ослабленный, и ряд других факторов, в том числе и возраст. Есть еще один препарат – рибоциклиб. Чем он отличается от полубоциклиба? Здесь добавляется токсичность, которая является прежде всего гепатобилиарная токсичность. На арибоциклибе мы наблюдаем повышение трансаминаза. Прежде всего, повышаются трансаминазы, как правило, на 15-й день в среднем. Но хотелось бы отметить, что это для нас вполне ожидаемо. Редукция дозы. Самое важное для печени, если так задуматься, печень – это уникальный орган, который восстанавливается сам по себе. И для этого, что любит печень, если так задуматься инфекционисты, флюкозу, фруктозу. Тяжело печень, печеночная ткань переносит свеклу, морковь, красные продукты. Пятый стол – это исключить жирное, копченое. В основном должны быть исключительно овощные бульоны, мясо отварное, парное. Вот это тот, в принципе, фактический стол, который оптимален для при гепатотоксичности, когда печень страдает. Но еще раз подчеркиваю, печеночная ткань, если она не компрометирована, нет гепатитов, нет каких-то тяжелых отравлений в анамнезе, очень быстро восстанавливается. Но мы еще должны помнить, что есть наследственная предрасположенность. У кого-то может быть синдром Жильбера. Это так называемая наследственная ферментопатия, когда повышается непрямой билирубин. То есть человек понервничал, пожелтел, сдает кровь, ему говорят, а у вас синдром Жильбера, у вас наследственная такая вот ферментопатия. И самое интересное, что у тех, у кого ставится синдром Жильбера, очень хорошо помогает кроволол, там есть фенобербитал, который единственным может влиять на синдром развития Жильбера. Но опять-таки это все под контролем лечащего доктора. Еще одно побочные эффекты, которые могут быть на рибоциклибе, об этом надо помнить. И те пациенты, которые получают рибоциклиб, первые две недели должны обязательно два цикла сдавать электрокардиограмму, потому что может удлиняться интервал КУТЭ. Но правильный подбор препарата для пациента, у тех, у кого есть патология сердечная, конечно же, рибоциклиб лучше не назначать, а он очень хорошо переносится у пациентов, у которых нет кардиотоксичности. Ну и вот, соответственно, обязательные требования к мониторингу рибоциклиба. Здесь вот надо сдавать общий анализ крови первые два месяца каждые две недели. Также сдается ЭКГ, выполняется каждые две недели. Функциональные тесты печени каждые две недели. И самое интересное, я вот все пытаюсь узнать, почему же нужно смотреть калий, кальций, магний и фосфор, я все-таки узнаю. Раз в неделю это тоже обязательные маркеры, которые нужно смотреть, и динамика которых меняется. Но, судя по всему, рибоциклиб каким-то образом влияет на электролитный обмен. Такое тоже может быть. Еще один новый препарат, амебоциклиб, который появился и зарегистрирован в августе. О нем очень много говорили на последней конференции. Потрясающие результаты, как в целом группе циклозависимых киноз, но не для всех пациентов с продвинутой стадией, только у тех, у кого есть изменения в печеночной ткани и при отсутствии висцерального криза. Препарат назначается как в первой линии с ингибиторами ароматазы, с таблетками, так и во второй линии таблетки с инъекциями фулвестранта. Здесь какие побочные эффекты? Диарея. Об этом надо помнить. Пациентов, тот, кто получает амебоциклид, должен быть предупрежден, что у него может быть жидкий стул, но диарея хорошо купируется противодиарейными препаратами. Или же, соответственно, при первых признаках диареи рекомендуется начать использовать лапирамид и увеличить потребление жидкости. В тяжелых случаях применение амебоциклиба необходимо приостановить, а возобновить в более низкой дозе. Если все проявления диареи купируются. Необходимо проводить полный анализ крови до начала терапии амебоциклибом и каждые две недели в течение первых двух месяцев лечения. Затем ежемесячно в течение следующих двух месяцев терапии. При остановке приема амебоциклиба или снижении дозы рекомендуется пациентам, у которых развивается нейтропения третьей или четвертой степени. Таким образом, если посмотреть, то все эти таргетные препараты, хоть это и таблетки, но нужно контролировать клинический анализ крови первые два месяца каждые две недели, а потом перед началом цикла. То есть, посмотрите, казалось бы, таблетки. Таргетная терапия. Но надо все равно контролировать кровь. Также, если бы проводилась химиотерапия, перед началом химиотерапии и каждые две недели, в том случае, если это начало терапии. Поэтому для рибоциклиба, амебоциклиба мы помним, что нужно также контролировать печеночную токсичность. Для палубоциклиба такого нет. Ну и, собственно, для чего я все это говорю? О том, что нужно четко проговаривать с доктором, хоть и доктор и занят, но тем не менее, те осложнения, которые могут быть. Потому что, если вы знаете, какие осложнения могут возникнуть, вы четко понимаете, какие анализы нужно сдавать. Доктор должен, в принципе, прописать. Вот первые две недели вы сдаете кровь, делаете ЭКГ, сдаете биохимию, а затем уже вы начинаете, когда все прошло первые два месяца, дальше только раз перед началом лечения, перед возобновлением, выдачей очередной дозы таблеток, так же, как если бы это было на фоне химиотерапии. И я еще хочу сказать, что на самом деле я химиотерапевт, но ко мне каждый раз, как женщины приходят, даже те, кто получает лечение, всегда спрашивают, Татьяна Юрьевна, что мне можно делать с лицом. И сейчас, вот октябрь месяц, день борьбы с заболеванием молочной железы, я хочу сказать, что косметику можно использовать и нужно использовать. И Николай Николаевич Петров с самого начала говорил, что хирургина не решает всех проблем, женщина всегда остается женщиной, должна оставаться, несмотря ни на все, потому что именно отношение нас к себе позволяет организму быстрее справиться. Организм, вы даете ему посыл, что я красивая, я со всем справлюсь, и вы, конечно же, должны следить, даже если казалось бы тяжело. Я вот на самом деле на примере косметики, фирмы, которая поддерживает нашу трансляцию, я хочу сказать, ну, например, баллончик с термальной водой, он всегда может быть под рукой. Кожа пересыхает, слизистые носы пересыхают, я сразу могу сказать. Знаете, от чего наши дети очень часто болеют? Это уже доказано, что мы перегреваем наше помещение, это нас касается. Температура в комнате должна не больше быть 20-21 градуса, а мы часто батареи включены, форточки закрыты, воздух должен быть увлажнен, слизистые носа должны быть увлажнены. Поэтому в идеале, если дети часто болеют, значит, мы перегреваем помещение, помещение должно проветриваемое, прохладное, если мы боимся холода, оденьтесь, потеплее, оденьте носки, но помещение должно быть 20-21 градус, и увлажнители. Есть ультразвуковые увлажнители кожи, наша кожа тоже должна быть увлажнена. И вот, в принципе, мы сейчас много говорим о микробиоме кишечника, мы должны правильно питаться, не только мы должны проводить правильную химиотерапию, мы должны питаться, не забывать об этом. Нет аппетита, тяжело, но самое, знаете, самое интересное, что не хочется вставать, а нужно через силу вставать, нужно через силу, но понемножку есть, потому что тогда организм получает посыл, что да, всё, казалось бы, плохо, но вы делаете всё, чтобы он вспомнил и начал жить так, как это было хорошо. Потому что если вы будете исти на поводу организма, уникальная система, вам тяжело, вы не будете вставать, и он вас вот тянет, нельзя вот идти на поводу организма, да, нужно стараться питаться, хоть понемножку, но часто. Нужно двигаться и всё-таки активизироваться и ухаживать, в том числе и за лицом. И вот эта вот минеральная вода, она богата микробиомом кишечника, есть же также микробиомы и кожи. И вот аквадалламия, это такая уникальная микроб, который снимает воспаление лица и позволяет защищать кожу лица, чтобы не было вот этих раздражений, которые бывают на химиотерапии. На фоне химиотерапии за лицом нужно за ним ухаживать, его нужно увлажнять, так как и воздух должен быть увлажнён. И вот какой мы можем использовать комплекс. Под рукой всегда должна быть не только бутылочка с водой, которую вы пьёте, но и должна быть ещё спрей, которым вы увлажняете своё лицо. И что мы должны использовать для бережного очищения. Утром и вечером мы проснулись, соответственно, очищающим молочком, тампоном лицо обработали. Ежедневное увлажнение, там может быть эмульсия, утро и вечер, нормальная и комбинированная кожа. Опять-таки, если крем, если кожа сухая, обязательно нужно мазать кремом. И интенсивное увлажнение, там может быть маска. То есть комплекс, который должен быть по-другой у каждой женщины, несмотря на то, что она даже получает химиотерапию, несмотря на то, что тяжело. Но это временное состояние. Поверьте, оно пройдёт очень быстро. А лицо, лицо это ваше зеркало, оно должно быть всегда ухоженным. И вот та линейка, которая всегда должна быть. Это вот очищение, уход и дополнительный уход. Это маски увлажняющие. Допустимо, любая аптечная косметика, подчёркиваю, аптечная, без парфюма, без добавок, без каких-то особых веществ на основе глицерина, масел. Это всё возможно, это всё допустимо. Ну и возвращаясь к заболеванию рака молочной железы, это заболевание лечится, это эффективно контролируется. Но когда мы выполняем, мы делаем назначение пациенты наши, вы выполняете назначение врача. И для этого делается всё возможное, изучаются новые мишени, новые маркёры. Но сейчас у нас в арсенале есть рецептор эстрогенов, прогестерона и ХР-2, на основании которого мы вырабатываем тактику. Лекарства с каждым годом появляются всё новые и новые, которые позволяют эффективно лечить болезнь. И рак молочной железы, как это ни странно, но поверьте, с моих уст, это болезнь, которая лечится, которая эффективно контролируется. И самое важное, надо не забывать ухаживать за собой, за своим лицом, потому что вы не поверите, как меняется организм. Утром проснулись, улыбнулись, вы уже перенастроили себя. Сделали зарядку, намазали себя кремами, набрызгались. Поверьте, уже другой будет подход и другое отношение к жизни. Поэтому я хочу сказать, что я всем желаю здоровья. И поверьте, я вот участник всех конференций, такого прогресса в лечении рака молочной железы я ещё не видела. И хочу сказать, что на самом деле болезни есть у всех, но надо с ними эффективно справляться. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...